люди которые долго общаются с животными утверждает что они могут разговаривать без слов наука этого пока не подтвердила лишь косвенно ссылаясь на некоторые эксперименты но от людей живущих и работающих среди дикой природы охотников рыбаков и лесников можно услышать часто совершенно невообразимой истории дело было зимой далеко за полночь местный фельдшер мирно дремал своей кровати после тяжелого трудового дня сначала ему показалось что за окном кто-то ходит затем подозрительно задребежала висящие на краю лавочки ведро в сильный снегопад и ветер к нему не закралась даже малейшего подозрения что кто-то может прийти через час малая нужда все же подняла его с кровати а ведь удобства располагались во дворе накинув на скорую руку старый бушлат фельдшер попробовал открыть дверь но складывалось впечатление что ее снаружи подперли мешком с песком тогда он решил вылезти в оконную раму делать это приходилось не впервые снегопад часто заметал двери и в предыдущие зимы выбравшись на улицу он решил сначала перебороть собственное любопытство и посмотреть причину блокировки дверь заглянув за угол фельдшер понял что путь к отступлению теперь отрезан он отказывался верить своим глазам на пороге лежала огромное живое существо в полумраке от покачивающейся на ветру уличного фонаря нашему герою показалось что это тигр рассказывал об этих больших кошках он слышал неоднократно но попасть в их лапы здесь на пороге собственного дома ему совсем не хотелось добежать до спасительного окна было невозможно незавидная ситуация в которой сердце действительно уходит в пятке адреналин стекает в ботинке а душа покидает тело звери человек прекрасно видели своего оппонента но понадобилось минут десять а то и больше чтобы началось сближение могучее животное зашевелилась осторожно подкрадываясь к застывшему от ужаса фельдшер и вот уже в тусклом свете можно было разглядеть его полосатую шкуру один укус и все все оказалось не так просто хозяин тайги покорно склонил голову к ногам человека чего фельдшер никак не ожидал сразу стала ясна причина такого поведения на шее тигра красовался подарок от китайских браконьеров безжалостно уничтожавших больших кошек в приграничных лесах предательски впиваясь в шею стальная петля уже крепко вошла в кожу разрезав ее рана была сильно воспалена и загнаевалась вопреки рекомендациям знакомых охотников фельдшер развернулся к тигру спиной а затем пошел в сторону сарая животное покорно последовало за ним словно они были давно знакомы один щелчок кузнечными клещами и старая проволока разомкнула свои губительные объятия процедура по обработке раны была мучительной но хищник не издал ни звука он лишь отказывался от еды принесенной человеком когда воспаление спала и рана перестала издавать запах тигр исчез сорвав деревянную задвижку ударами лап с тех пор прошло около 10 дней и фельдшер уже успел забыть о своих приключениях все еще опасаясь рассказывать кому-либо об этом однажды ночью он снова по привычке решил выйти на улицу надев свой старый бушлат но дверь не открывалась в ту ночь не было снегопада после первого случая фельдшером руководила уже любопытство а не страх на пороге лежала оленья туша оставленная в подарок за спасение это не единственная история благодарности животных иногда складывается впечатление что людям есть чему поучиться у них человек это порождение природы поэтому мы не должны отдаляться от нее и причинять ей ущерб намеренно уничтожая ресурсы лишь бережное отношение даст нам право на будущее пишите ваше мнение в комментариях делитесь этой истории со своими друзьями и подписывайтесь на канал наступайте вам о